Это и способствует, и ухудшит. Это однозначно для меня, потому что это часть нашего, опять же, менталитета. Вы знаете, я когда приезжаю домой в Белоруссию, мне все время говорят, вот слушай, вот там нам запретили и так далее. Я говорю, ребята, ну почему вы такие идиоты? Когда с Россией объявили санкции, зная, что у вас есть такие возможности, ну зачем вам надо было брать эти польские яблоки, свинину, там креветки и так далее, которых у вас нет. Вы берите то, что у вас есть, развивайте, вкладывайте, вы будете иметь постоянный сбытый рынок. Их потом все это дело взяли там, да, прикрыли, понимая, что они ведут себя нечистоплотно. Я вспоминаю старых еще до петровских купцов, которые везли разные товары. Так вот, какие-то товары, пинку, которые уже заведомо испорчены, они пытались продать первые. А хорошие вот ходили на это, чтобы сбыть вот это плохое, а потом уже это всегда пойдет. И всегда были в проигрыше. Ну я не знаю, рок, не рок, наша беда. К сожалению, такие вещи есть. Это тоже мировой опыт. И поддержка малому и среднему бизнесу, она нужна очень серьезно, потому что есть, так сказать, фискальная система, в ней живут люди, и они на ней на своих возможностях зарабатывают. Ограничить эту проблему надо было сделать. А то, что ограничив, дав вольницу, наши, пытаясь получить дополнительный бизнес, будут делать лишь бы как, это, к сожалению, тоже наша часть странички. Хотя, должен вам честно сказать, с точки зрения психологии вот нашей белорусской, там, где я родился, там всегда имиджевые моменты были очень важны. Потом, чтобы не было стыдно перед людьми. Всегда говорил отец и мать, делай так, чтобы потом не было стыдно. Потерять имя очень легко, заработать сложно. Поэтому, наверное, если слышат нас, вот те ребята, молодые, которые будут заниматься, создав условия, попытайтесь сначала заработать имя, а уже потом серьезно подумайте про денежку. Заработав имя, вы всегда заработаете и себе, и семье на жизнь. А не заработав имя, потеряв имя, вы будете голодать. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok